Платить за тепло месяц в месяц. Владимирцы обеспокоены появлением в почтовых ящиках дополнительных квитанций за электроснабжение, отопление и горячее водоснабжение. Дело в том, что местные тепловики в лице компании «Энергосбыт плюс» с сегодняшнего дня решили ввести новый порядок формирования счетов за коммунальные услуги. В феврале, в марте очень большой всплеск вопросов обращений и жалоб, связанных с тем, почему объемы коммунальных услуг, предъявленные февральской квитанцией, при том, что февраль был теплый, оказались существенно выше, чем те, которые были в декабре. Потому и решили ввести новую систему и в конец запутали владимирцев. Те только отдали немалые деньги за апрельскую платежку, как тут же получили новую, с указанным периодом с 25 марта по 25 апреля. Получается заодно и тоже дважды платить. Тепловики успокаивают, мол, название в квитанции — это не период фактического потребления, а период, в котором квитанция была сформирована. Сумма, указанная в апрельской квитанции, формируется, исходя из количества ресурсов, которые мы потребили с конца февраля по конец марта. Потом целый месяц ресурсники обрабатывают полученную информацию и потом присылают нам платежки. Таким образом, в мае мы оплатили счет за март в квитанции с названием «За апрель». Тепловики говорят, что уйти от такой неудобной и, кстати, неправомерной системы им мешала недостаточная техническая оснащенность. Теперь же многие процессы по сбору и обработке информации автоматизированы. И временной люфт между получением данных и выставлением счетов должен сократиться с 30 дней до 10. Чтобы запотребленные ресурсы в этом месяце мы могли заплатить уже в следующем. «Энергосбыт Плюс» планирует завершить переходный процесс к 1 июля. «Я к этому отношусь отрицательно. Ну, я думаю, что так все, наверное, надо... Потому что все уже привыкли платить по-старому. Нужно будет перестраиваться. Плюс сейчас придет до 10-го числа еще одна квитанция. Потом это надо будет ходить разбираться, где был перерасчет, где не было перерасчета. В принципе, может быть и удобно. Но пока не почувствовавши это, пока разобраться сложно. Но мне кажется, удобнее». Реакция горожан понятна. Платежки свалились в их ящики, как снег на голову. Плюс непонятно, где брать деньги на то, чтобы в довольно короткий промежуток оплатить сразу несколько квитков за тепло. Ведь в новой квитанции людей предупредили также о том, что до 10-го июня они получат еще одну платежку за период с 25-го апреля по 25-е мая. «Готовы предоставлять по этому счету рассрочку на 4 месяца. Конечно, по заявлению. И пенсионерам-лиготникам до конца года, я думаю, что мы предоставим тоже рассрочку. Поэтому я сейчас говорю о квитанции, которая будет выпущена за май месяц». Помимо всего прочего, Владимирцев вверг в ступор призыв передать в «Энергосбыт-плюс» показания внутриквартирных приборов учета за электроэнергию и горячую воду до 30-го мая. «Предупреждение пришло. В последний день там было написано, что позвоните до 30-го числа. А сама квитанция предупреждения пришла 29-го. А мы были еще на даче. То есть, когда можно было предупредить, непонятно. Конечно, нужно это делать раньше». Тепловики приносят извинения за накладки и неудобства и призывают обращаться за информацией в «Энергосбыт-плюс». Что касается сроков оплаты новой квитанции, они не будут ограничиваться 10-м числом. Заплатить за ресурс можно в течение всего месяца. Никаких пений не будет. Карина Романова, Станислав Трегубов, Дмитрий Батянев. Губерния, 33.